Всем привет, меня зовут Полина. Сегодня мы поговорим, как диджитал-бар влияет на вкус коктейля. Итак, я совладелица агентства 23 Unicorns. Как называют наши единорожки? Единорожки — это наши сотрудники. Нас сотрудники называют мамой юникорнов, а единорожками нас назвали наши клиенты. Так оно и повелось. Вот такая у нас корпоративная культура. Почему я еще? Потому что я уже очень давно в SMM. Начинала я еще ВКонтакте, если вы помните такую соцсеть. Начинала еще там, потом пошла работать в международную компанию. Там не было соцсетей. Я говорила, как так? Ну, инициатива наказуема. Мне дали соцсети. Начиналось все с меня. Я и посты сама писала, и фоткала. То есть, зная всю кухню SMM с самых низов. И потом мы разрослись. У нас уже была команда более 15 человек. Ну и после этого я решила уйти в свое агентство. Вот. О чем мы сегодня поговорим? Почему важно присутствовать баром в соцсетях и вести коммуникацию с аудиторией? Ну, собственно, с чего начала Ира. Цель. Важно также определить цель заведения. Почему она важна и как ее определить? Цель заведения, цель ведения SMM. То есть, зачем это нужно в ресторанах? Какие методы продвижения использовать при продвижении именно баров? В чем плюсы вести свои соцсети? И как правильно это делать владельцу, бармену и другому члену команды? Как работают ваши SMM и какие метрики? Ну, как можно использовать? Немного о нашем агентстве, о наших кейсах. Ну, в общем, начнем сразу к делу. Первый вопрос, который я хотела задать, и вот с которого начала Ира, это что мы делаем первым делом, когда мы узнаем о каком-то заведении? Что мы? Да, это самый быстрый способ. Это настолько круто, что сейчас есть в Instagram. Мы можем быстро залезть, посмотреть, чекнуть, что там, как там, посмотреть. Нравится нам интерьер. Возможно, мы хотим посмотреть меню, хотим посмотреть цены. Да, мы быстро взяли, посмотрели. Это же круто. Это огромное преимущество. Я даже не знаю, есть ли вообще какие-то заведения, если есть, это очень плохо, которые не имеют Instagram или их плохо ведут, потому что мы сразу можем все посмотреть, увидеть и узнать то, что нам нужно. Это огромное преимущество. Ну, и почему важно присутствовать? Это первая информированность. Вот то, что, как мы все с вами ответили, то, что мы сразу можем зайти, посмотреть и увидеть, нравится нам заведение или нет. Кроме этого, мы можем также проинформировать наших подписчиков и клиентов. Вот той информации, которая нам нужна. Если у нас какие-то мероприятия, какие-то скидки, промо-предложения, какие-то, все это можно в соцсетях трансформировать и быстро, очень быстро информировать свою аудиторию. Узнаваемость, конечно же, повышается. То есть, если мы делаем какое-то продвижение или просто присутствуем, это уже в любом случае повышается узнаваемость. Лояльность аудитории. Если мы правильно ведем свои соцсети, под свою аудиторию знаем свою целевую аудиторию, кто она, что она любит, что ей интересно, и тогда, конечно же, повышается и лояльность. И самое важное, коммуникация с аудиторией. Я думаю, все знают, что сейчас нужно быстро реагировать на комментарии, запросы в директ и так далее. То есть, мало того, быстро реагировать, кроме того, нужно еще и правильно реагировать. То есть, должен быть прописанный тон of voice к нашему заведению. То есть, если у нас, ну, это уже углубляясь, то есть, важно правильно коммуницировать с аудиторией. Потому что, если неправильно коммуницировать, то тоже могут быть обратные связи. На личном опыте, на мне, у меня была не очень приятная ситуация с заведением, и вот можно как раз-таки будет это разобрать, почему это важно. Как правильно определить цель и почему это важно именно в СМС? В принципе, начиная работать с любым из наших клиентов, неважно, это бары или, ну, вот, чтобы это ни было любой бизнес, нужно определить правильно цель. Потому что в дальнейшем это очень влияет на то, что мы, какие методы будем дальше использовать и как будем добиваться этих целей. Не всегда это понятно и не всегда понимают эти, это собственники бизнесов. Я сейчас попробую, ну, донести, почему это так важно и почему, почему важно определиться это на старте. Какие цели могут быть у заведения в СМС, в принципе, да? Это увеличение узнаваемости, увеличение именно у СМС, да? Мы сейчас говорим конкретно об этой сфере. Увеличение узнаваемости, увеличение подписчиков, увеличение лояльности аудитории, охватов и активности. То есть у нас показатель ER. Знаете, кто такое, что такое ER-показатель? Нет? Это называется engagement rate. Это показатель, он по-разному суммируется, но в целом это лайки, подписки, все взаимодействия аудитория с нашим аккаунтом. Мы делим на количество подписчиков, и чем он выше, тем это лучше. Почему он так важен? Потому что в зависимости от этого наша позиция в ленте у наших подписчиков формируется именно из-за этого. А она сама дает этот показатель или его надо учитывать? Нет, его мы сами вычитываем, вот, вручную. Ну, вот, поэтому, да, это именно ESM. А вопрос главный должен быть еще, но не только эта цель должна. Какая еще самая главная цель у собственников? Продажи, клиенты. Как же, как же, это самое важное. Самый главный вопрос в любого бизнеса, и это правильно, каждый бизнесмен хочет в первую очередь, конечно же, привлечение новых клиентов, если это бары, рестораны, или же это продажи, если это интернет-магазины и так далее. Но здесь спорный вопрос. ESM не может только ESM достичь, только продаж. И всегда мы пытаемся донести клиентов, но это уже другой вопрос. И вот сейчас мы поговорим о том, чтобы достичь целей вот этих вот, которые мы изначально определили, что мы делаем? Если мы хотим увеличить узнаваемость нашего бара, да, что мы можем здесь делать? Это как минимум представленность заведения в соцсетях, правильное наполнение, это то, о чем я говорила, это нужно знать целевую аудиторию, знать их интересы, и вот именно правильное наполнение, ведение, понятное дело, коммуникация и реклама. Это если мы хотим увеличить узнаваемость, потому что сложно просчитать, да, там какие-то клиенты вот так вот, да. Здесь если у нас приходит клиент, он хочет увеличить узнаваемость, то вот такие вот мы используем методы. Если это увеличение подписчиков, тоже есть же такой запрос, да, нужно увеличить подписчиков, тоже с определенными какими-то целями. Это либо же таргет реклама, либо реклама у блогеров, розыгрыши гивы. Гивы, конечно же, мы не рекомендуем и не делаем, но это как один из методов, конечно, он присутствует, и о нем проговорить нужно. Почему гивы? Да, вопрос. А вот сколько подписчиков является стандартным, или минимальным, или хорошим для управления? Нет такого. Понятно, что бесконечно можно с теми что лучше, то вот минимально, что надо? Ну, минимально, чтобы было какое-то доверие хотя бы, тысяча-две, это вот самое минимальное. То есть, если есть уже какая-то аудитория минимальная, это классно, уже есть какое-то доверие, это важно. То есть, с этой цифры надо начинать. Но это абсолютно не имеет значения иногда две тысячи и десять тысяч, а вот статистика, она может быть одинаковая. Ну, все, я думаю, знаете, сейчас что цифра уже не имеет значения. Имеет значение вот какая статистика, какая активность аудитория, взаимодействия и так далее. да вот этот вот ярда его можно просчитать и за неделю и за месяц как бы за год просчитать не то есть в зависимости да 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 я же говорю он считается по-разному иногда это лайки комментарии иногда это еще и перепосты сохранения вот это все суммируется и делится на количество подписчиков умножается на сто процентов вот ну каждый по-разному считает вот мы их есть несколько вариантов вот так что но это круто когда в любые взаимодействия есть до увеличение подписчиков то есть что мы делаем чтобы увеличить подписчиков это таргет реклама реклама у блоггеров розыгрышей гивает так это я повторилась есть понятно dislike чтобы достичь вот этого чтобы узнаваемость у нас было мы просто присуток не просто мы присутствуем наполняем аккаун введем коммуницируем рекламируем чтобы мы хотели увеличиваем подписчики у нас уже другой набор инструментов чтобы достичь нашу цель. Если мы хотим лояльность аудитории, то мы правильно выстраиваем ton of voice, вот о чем я говорила, скорость и качество взаимодействия с аудиторией и контент, который мы наполняем. То есть мы анализируем свою целевую аудиторию и наполняем наш аккаунт так, чтобы аудитория это нравилось. И увеличение охватов — это таргет. Ну, если нам нужно какой-то увеличить охваты в посте или еще что-то, в любом случае таргет. Это могут быть и блогеры, но таргет это лучше всего делает. Поэтому в зависимости от вот этих вот целей, которые мы изначально определяем, да, да, он мне нравится. Вопросы мне нравятся, да. А вот и про таргетирование. Какой минимальный день? Таргет у нас будет позже. Сейчас мы к нему еще дойдем. То есть в зависимости от цели, которую мы берем, мы вот потом используем другие показатели, другие, вернее, методы, чтобы достичь этой цели. И если это же продажи, да, как обычно мы хотим продажи или привлечение клиентов — это комплекс всего того, что мы, ну, должны делать раннее. Плюс это продвижение обязательно, это таргетированная реклама, реклама у блогеров. И также еще очень классно работает взаимодействие, например, имейл-рассылка. Если есть, например, база данных какая-то клиентов у заведения, то очень круто SMM совмещайте, например, с этой имейл-рассылкой. Ну вот, если есть какая-то акция, можно ее сделать даже там за подписку, например, или за того, что вы придете к нам, мы дарим, например, там вам кофе. Если мы хотим подписчиков, ну вот, или за подписку, за подписку, если вы... Так, сейчас запуталась, секундочку. Сделать имейл-рассылку по базе данных, которая у вас имеется, и для нее сделать специальное предложение. Например, акция, если вы подпишетесь, то вам будет в подарок там десерт какой-то. И мы на это запустили имейл-рассылку. То есть это комплекс, как бы тут SMM и имейл-рассылка. Вот. И еще что-то я себе записывала. Да, и также, если какие-то программы лояльности, если у нас есть какие-то акции, скидки, все это тоже в SMM круто работает, когда мы это совместно все это делаем. Вот. По целям понятно или не совсем понятно моя мысль? Просто очень хочется донести, почему важно определить цель. Если будет у него, например, какая-то скидка, или если он за второй коктейль получит в подарок, за то, что он оставит свой эмейл. Когда мне он сразу что-то дает, ты посугайся, собака, гугл. Ну, это уже сложно, это уже не проблема SMM, то есть как бы тут надо человека анализировать. Ну, эти данные можно получить, если, опять же, если, ну, уже не тот, который сидит там в баре, вот у него сложно получить, а тот, который находится в соцсетях, и мы можем создать какую-то анкету или какие-то вопросы, или, опять же, вот какую-то акцию сделать, смотря что то, что нам нужно. И это запустить на таргет в комплексе, смотря что нам нужно. Мы запускаем эту акцию там или опросник, получаем эту информацию обязательно за какую-то плюшку. Можно розыгрыш какой-то сделать. Крупный розыгрыш, например, там путевка куда-то, если нам надо собрать там прямую большую базу данных. Ну, или айфон, ну, не знаю, ну, что-нибудь. Какой-то крупный подарок, да, мы его один дарим, но за вот заполнение этой анкеты и потом рандомным образом мы выбираем победителя. Ну, то есть те, которые сидят, я уже не знаю, как у них там получить. Это тут, я не знаю. А если в соцсетях как собрать эту информацию, то можно таким образом. А не получается так, что когда мы даем человеку плюшку, то они не реагируют шарики, а не те люди, которые с деньгами, которые на самом деле нам нужны пари. Надо подумать, значит, над подарком. Значит, айфон не подойдет. Надо подумать над подарком, который заинтересует. Это клиента средний, средний плюс, да, который придет и сделает чек там вдвоем на тысячу гривен. Ну, тут уже надо более детально разбирать. Подарить. Бэка подарить. Да. Ну, это надо подумать. Это зависимости от бара и от специфики. Вот. Надо будет над этим подумать. Дальше. Какие у нас существуют способы продвижения? Ну, это, думаю, все знают. Их больше как бы никто не придумал. Это инфлюенс маркетинг и таргетированная реклама. Это два основных способа продвижения в соцсетях и пока ничего нет другого. Ну, а инфлюенс маркетинг мы можем поделить на вот такие вот, сейчас мы конкретно по барам это разложим. Амбассадорство, пресс-паки, ивенты и платные посты. Что такое амбассадорство? Все знают? Не надо говорить, да? Пресс, ну, на всякий случай. Амбассадорство — это когда у нас есть блогеры, с которыми работаем мы на постоянной основе, и они к нам приходят постоянно. Пресс-паки — это какие-то интересные предложения, которые мы разрабатываем, которые создают или вау-эффект, и рассоздают блогерам бесплатно. Мы не знаем, сделают они рекламу или нет, но если интересное предложение, то они обязательно сделают. Ну, ивенты — это понятное дело, и платные посты. Пиар-рассылка. Вот я на примере расскажу, как мы делали в нашем агентстве. У нас, нам нужно было на Хэллоуин пригласить, ну, чтобы у нас была вечеринка в баре, и на Хэллоуин нужно было пригласить как можно больше людей. Но у нас был ограниченный бюджет на эту пиар-рассылку, надо было придумать что-то креативное, классное, создать вау-фект, но недорого. Ну, как обычно. Вот. Поэтому на Хэллоуин мы решили вот сделать такую штуку. У нас были, это получается, как больничные, как это называется, скажите? А? Пис-расбор. Да, ну вот эти пакетики. Внутри мы налили коктейли, бармены разработали специальный коктейль, чтобы он, ну, красного цвета, максимально похожий на кровь. Мы сделали, ну, наклеечки разработали, вот здесь бриллиант бар, вот тут информация, все написано, и доставляли каждому блогеру непосредственно, ну, домой. Вот. Эффект был вообще очень классный, потому что это было необычно, креативно. Почти всем, кому мы разослали эти подарочки, ну, сделала, 80% блогеров сделала рекламу, и у нас реально очень много было людей на этой вечеринке. Ну, то есть эффект был вау. Кроме того, еще подписчики даже нам писали вот здесь вот, а почему мне такое приглашение не пришло, я тоже хочу, я тоже хочу такое приглашение. Вот. Поэтому реально было круто, прикольно, потому что это была креативно. То есть не обязательно даже иметь какие-то большие бюджеты для пресс-паков, главное, какую-то креативную идею, вау, особенный эффект, очень круто работает. Вот. И таким образом мы получили на ивент много людей, поработали с блогерами, сделали себе рекламу. Ивенты. Это вот мы делали ивенты. На примере я приведу для Бейлиса, с которыми мы сотрудничаем. Ивент мы проводили в заведении, но вообще ивент для Бейлиса. Что у нас здесь было? Основная задача. Нам нужно было прорекламировать Бейлис и привлечь блогеров. Это было 8 марта, приурочено к 8 марту. Что лучше подходит к 8 марту, как не создание букетов. Девочки любят букетики, подарить им приятные эмоции. И был мастер-класс по созданию букетов. Вот. Блогеры, конечно же, все были в восторге, потому что это приятно. Девочкам, опять же, повторюсь, всем нравится. Очень красивая локация. Наверное, все знают, как называется этот ресторан. Я забыла, как он называется. Такое, там, где подсобор вот этот красивый. Я просто не из Киева. Вот. С цветами. В общем, все это было в одной тематике. И тоже это было вау-эффект. Мы прорекламировали Бейлис, потому что очень много было сторис. Девочки выкладывали, как они собирали этот мастер-класс. Но мы не об Бейлисе, да, мы об ресторане. И, конечно же, если это была бы, например, коллаборация вместе с рестораном, то это бы было еще и ресторану плюс реклама. То есть можно делать какие-то коллаборации с брендами, предлагать им какие-то варианты сотрудничества, предлагать, чтобы они проводили свои мастер-классы. Еще есть такая штука, как бранч у блогеров. Они проводят блогеры, они собирают аудиторию тоже или какие-то мастер-классы свои проводят или просто там какие-то девичники, посиделки. И вот такие вот тоже можно привлекать блогеров, предлагать им, чтобы они проводили свои бранчи взамен на то, чтобы они рекламировали ваше заведение. Тоже как вариант. Ну, а это пример именно платных постов. Именно по заведениям у нас нету, поэтому пример Гордонса. То есть, если мы хотим сделать какую-то... Обычно мы сначала разрабатываем какую-то концепцию, прежде чем прийти к одному из этих вариантов, вот этот, который мы выбираем, да, тамбаседо, что преспак и элевенты, мы сначала глобально разрабатываем вообще концепцию, чтобы она была одна на всю эту нашу акцию и потом, чтобы у всех блогеров она была едина. И вот здесь вот у нас была идея, что это Гордонс, был локдаун и типа хоум-пати, вечеринка нужно было как-то креативно, прикольно преподнести. Ну, и все вот под этой штукой, веселья, тропики, отдых, все блогеры делали такую рекламу. Почему? Потому что, почему еще важно, чтобы была одна идея, потому что вы одного блогера увидели там пресс-пак этот, да, если они будут разные, уже оно не так запоминается, но когда у одного, у другого, у третьего увидели одно и то же, то оно, ну, в мозг, конечно же, въедается больше. Вот, поэтому классно сначала разработать какую-то концепцию, а потом уже ее воплощать. Таргетированная реклама, ваш вопрос. Вот, конечно же, таргетированная реклама это круто, но моя единственная как бы, как это, порада, это нанять классного таргетолога, потому что можно, конечно, пробовать самим настраивать, но это очень сложные моменты и главное, там постоянно все меняется, меняются все каждый день буквально, как это работает, и лучше нанять человека, который в этом специализируется, чтобы получить максимальный результат. Плюс таргет не будет работать молниеносно, сразу же, вот сегодня мы его запустили, он сегодня работает, это более длительный процесс, нужно прощупать аудиторию, нужно прощупать креативы, креативы тоже, одни лучше заходят, другие лучше, то есть где-то месяц, ну, обычно мы тестируем, когда начинаем с новыми клиентами работать, ориентировочно месяц, а то и два мы тестируем, какая лучше реклама заходит, какие креативы лучше заходят, потом, когда уже мы нащупали, ну, что, и потом мы уже, конечно, получаем результаты. По креативу, конечно же, нужно креативы, нужно прикольные креативы создавать, вот, под свою целевую аудиторию. Очень важно, что бы мы ни были, мы думаем о своей целевой аудитории, что ей понравится. А стоимость по продвижению? А, стоимость по продвижению. Ну, обычно где-то от 100-150 долларов именно сам рекламный бюджет на месяц, да, 150, ну, это вообще самый минимум, лучше больше, ну, это прям минимум-минимум. Ну, в день мы так не рассчитываем, ну, в среднем, да, ну, это очень минимум, лучше от 200 в месяц. Вот, меньше не имеет смысла, как бы, ну, вообще сложно прощупать, как бы, посмотреть это так, где деньги в пустую, как нам кажется. Вот. Да, в чем плюс вести свои соцсети, как правильно, в чем плюс, как вы думаете, вести свои соцсети владельцам, барменам, членам команды? Угу, да. Ну, допустим, если бармен ведет, он по-любому снимает сметанку. У каждого с вами везде. А вы бармены? Ну, ну, это круто еще и для вас, потому что вы продвигаете свой личный бренд там самым. Это, вот сейчас мы об этом поговорим. Еще варианты. Все? Ну, это сейчас упаковки самой фирмы, когда, ну, как семейственность, когда много людей транслируют одну и ту же идею. Ну, то есть охваты тоже, вот, как ребята сказали. Ну, это даже не совсем охваты, это как статус. А, что, типа, как один, как она... А, вот команда, да, команда. Это очень классно. Вот персонализация, персоналити сейчас как модно. Каждый бар, каждый интернет-магазин, вообще, чтобы никто не был бизнес. Всегда желательно, чтобы была вот команда, чтобы было видно, кто за этим стоит, чтобы видно, кто этим занимается. Вот, поэтому, да, это как раз таки об этом. Вот. Но и плюс, конечно же, это личный бренд. Я думаю, все знают, да, что такое личный бренд. Это не только про соцсети. Это еще в целом и то, что о нас говорят люди. То есть это и соцсети, и, возможно, какое-то сарафанное радио. Это все в целом формирует наш личный бренд. Но когда у нас есть соцсети, такой инструмент классный, как Инстаграм, мы можем сразу же себя рекламировать молниенозно. Да, ну почему нет? Нужно, если еще есть и бар, который будет вот нас, да, там, репостить, и нас рекламировать, и мы рекламируем. Это очень круто. И в дальнейшем наш личный бренд, он формирует нас. Если мы, например, ну вот, если, ну, мы же не всегда работаем на одном месте, бывает такое, что мы куда-то уходим, да, то круто, потом, сейчас секундочку я закончу свою мысль, то круто, вот, вы потом уже как сформировали свой личный бренд, как специалист, как эксперт, как бармен, кто бы то ни было, уже вам легче, ну, например, так как вас знают, уже устроиться, например, на работу. И вообще, в принципе, сейчас, я думаю, все тоже знают, что HR анализируют наши Инстаграмы, вот, поэтому хороший Инстаграм, это иметь круто, это преимущество, потому что обязательно, ну, как бы, просматривая это чаро, это 100%. Фейсбук, Инстаграм, и если он классный, если он хороший, то это в любом случае преимущество. Да, вопрос. У вас написано свои соцсети, вы расскажете только про Инстаграм. То есть вы тоже что-то пишите, что Фейсбук не живет? Не-не-не-не. Фейсбук годится, но он больше серьезный, он больше... Вот, если, например, там, ой, какой же у нас был кейс недавно был, мебель, или если какие-то бизнесы более серьезные, или бизнесмен, например, ну, то есть там более аудитория, она как бы... Да, целевая аудитория немножко другая, да-да-да. Вот, в зависимости от бизнеса, который, вот, мы выбираем, какая соцсеть лучше. Да, бары, бары, Инстаграм, Фейсбук это не то. Фейсбук это более, я же говорю, серьезно, более глобально. Вот, поэтому бары — это Инстаграм, почему я говорю в основном Инстаграм, потому что мы сейчас о барах. Так, ну да, и в чем плюс вести, и также потому, что у нас присутствует, видно нашу команду, когда заходят на ресторан, то видно команду, кто присутствует, кто там работает, это круто. И членам команды, владельцам это тоже классно вести, потому что это личный бренд. Про личный бренд я хотела вот еще сказать, что забыла. Мы с Алиной ведем, ну, это вот моя коллега, ведем свои Инстаграмы, и первый год, мы работаем два года уже, первый год нам клиенты приходили исключительно из нашего личного бренда, то есть из наших Инстаграмов, сарафанного радио, и очень круто его развивать, постоянно об этом говорить, напоминать, и оттуда будут приходить вот у нас, я же говорю, первый год было так. И какие рекомендации по ведению? Ну, конечно, об этом говорить очень много можно, но такие самые базовые, стандартные, это быть собой 100%, потому что сейчас люди видят, если вы где-то там лукавите, если вы хотите казаться не тем, кем есть, это не принесет должного эффекта, вот поэтому всегда нужно оставаться собой и транслировать то, как хочется. Если вы веселый, позитивный, транслируйте это, даже если у вас, ну вот мы агентство, да, там казалось бы, ну мы друг друга называем единорожки, но у нас там другие есть кейсы, ну то есть это нормально воспринимается, каждый найдет свою аудиторию, не нужно лукавить. Вот, регулярный постинг, это 100%, потому что, ну, как бы, а как по-другому, вот, ведение сторис, ведение постов, особенно сторис, чтобы, ну, как минимум 2-3 сторис было в день, и постинг, ну, там, хотя бы 2 поста в неделю, вот. Вот такой вот регулярный постинг этого будет достаточно для личного бренда. Вопрос? Нет? Жаль. Вот. Показывать свою экспертность, конечно, то есть то, в чем вы специализируетесь, и как вы хотите, ну, в чем вы хотите развивать свой личный бренд, там и показывать свою экспертность. И показывать личную жизнь, потому что сейчас вот очень много контента, очень много полезности стало, а инстаграм это не об этом, ну, он как бы сейчас и об этом, и не об этом. Очень много стало всего полезного, очень много контента, и люди начинают уставать, и если там только будет полезность, им не к чему будет зацепиться. А к чему мы зацепляемся? Если нам человек нравится, да, ну, как бы он вот просто нам нравится, нам интересно за ним наблюдать, как бы, ну, и мы продолжаем за ним наблюдать. Если это будет просто экспертность, уже так не работает. Ну, то есть просто за вашими экспертными какими-то мнениями, рекомендациями и так далее не будет смотреть. Добавлять в меру там личную жизнь, хобби какие-то, да, семью, ну, кто что хочет, там, собака, не знаю. Вот. Немножко добавлять это, разбавлять контент тоже. И теперь поговорим об SMM. Если это SMM, как понять, как он работает, хорошо ли он работает, если это агентство или SMMщик, да, вот как понять и как отследить. Лучше всего это просто, если у вас будут метрики или KPI, как мы это называем, коэффициент полезного действия, то, что можно отцифровать. Можно, ну, то есть мы можем говорить там, вот это хорошо, это плохо, какими-то абстрактными своими мнениями, но каждый человек по-разному, один там видит одно, другое, ну, как бы в голове это не, нет, как бы один человек по одному видит, другой по-другому. Лучше это оцифровать и чтобы были какие-то метрики, по которым, если человек достигает эти метрики, если ваш SMMщик, ваше агентство достигает эти метрики, которые вы поставили задачи, то значит, они работают хорошо. Вот. Какие метрики существуют в соцсетях? Ну, вот именно для баров. Для баров какие можно использовать метрики? Это количество постов. Ну, вот вы договариваетесь, какое количество постов, соответственно, количество снятого контента, это фотографии, сторис, написанные тексты, вот, ну, количество постов в месяц, неделю, ну, вы там сами уже варьируете. Количество сторис, соответственно, и потом вот у вас там есть месяц, там, например, десять, ага, о чем мы там сделали только пять, и там уже вопрос, о чем мы сделали пять, и там уже можно разбираться, как бы, почему так. вот охваты либо чтобы они постоянно оставались на одном месте но чтобы не понижались либо чтобы какой-то рост был вот то есть охвата что можно оцифровывать просмотре соответственно я я это вообще очень классный показатель его обязательно нужно знать мониторить стараться увеличать но как минимум чтобы он не падал вот минимум 12 но смотря как вы считаете вот но если нет 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 если это лайки комментарии деленное на подписчиков то это 12 но я так не скажу это зависимости от постов которые сколько выходит и сейчас наверное я просто в цифрах не не очень вам так не скажу вот но если вот так вот то это один и два это минимум как бы ходу который считается хороший вот к нему нужно стремиться вот и поэтому важно придерживаться важно этот показатель чтобы он был на хорошем уровне потому что от этого зависит наша позиция в ленте соответственно видят нас stories нас видят или нет посты наши видят или нет то есть то что мы делаем как бы это очень важно а плюс еще в stories можно делать опросники какие-то голосовалки это тоже все взаимодействие это тоже очень круто работает и повышает тоже яр поэтому вот обязательно stories там сейчас люди например комментировать посты не очень хотят то можно вот stories например делать и количество блогеров да например с которыми мы сотрудничаем это тоже можно цифровать сколько мы там поработали сколько мы хотим поработать сколько мы поработали ну и в конце месяца ли там как какой опять же у нас промежуток времени мы это отслеживаем спасибо вам большое надеюсь было интересно полезно